Вот где позитивные эмоции бьют через край, а от количества милых, серьезных, интеллигентных и суровых мордашек глаза разбегаются. Зимний кубок Талина собрал участников из Эстонии, Финляндии, России, Латвии, Литвы и Украины. Сегодня с нами 4 собаки. Это такса миниатюрная длинношерстная, чемпион мира 2017 года, акита американская и два сетера шотландский и английский. На какие награды в этом году рассчитываете? Мы всегда рассчитываем на все самое лучшее, на максимальное. За два дня здесь прошли, пробежали, а иногда пролаяли почти полторы тысячи собак более чем двух сотен пород. Но несмотря на такое количество четвероногих, в зале удивительно спокойно. Что сказать, международное мероприятие – вещь серьезная. К дисциплине и воспитанию тут требования особые. Они должны быть социализированные, не лаять, не кусить друг друга. На выставке есть как взрослые псы, так и совсем малыши, которые участвуют впервые. К титулам и наградам их готовят чуть ли не с рождения. Ведь на ринге придется продемонстрировать все в лучшем свете. Отличные манеры, внешний вид, постановку лап и даже прикус. Особая роль во взаимодействии с собаками традиционно отдана хендлерам. Кстати, среди них немало совсем юных. Но многие, говорят организаторы, дадут фору взрослым. Хендлер должен знать анатомию породы, скрыть недостатки и показать достоинства. Но и главное – быть отличным зоопсихологом. На детях такое общение отражается самым лучшим образом. Все зависит от собаки. Типа ее темперамент и вообще ее психика. То есть обычно все собаки идут на контакт, но кто-то легче, кто-то сложнее. Ко мне приходила собака на выставку. То есть я была в одном краю помещения, и хозяин другой. И собака увидела меня и рванулась ко мне вот так вот. То есть на хозяина было все равно, и она прибежала ко мне. На выставке, как всегда, можно увидеть самые разные породы. Популярные типа лабрадора и ритвивера и совсем редкие. Например, тайский риджбэк с необычной особенностью. Шерсть на его спине растет в обратную сторону. Каждый человек, выбирая себе собаку, он ищет себе родственную душу. Вот я выбрал свою родственную душу. Собака очень сложная, требует большого внимания. Доминантная собака, очень доминантная. С характерами оба, да. Мне довольно сложно в этом плане, но я приноровилась. Я люблю и мужа, и собаку. Собаку вообще в ней души не чают. Он очень удивляется, когда я повышаю на него голос или дергаю, если я недовольна его поведением. Он так всегда на меня, знаете, поднимает глаза. Да. Про своих питомцев владельцы могут рассказывать часами. Даже если порода непростая, как, например, вот эта красотка с характером. Смесь японского шибаину и американской акиты. Кстати, единственная в Эстонии. Для нее все должно быть стабильным. Например, если появляется новый человек, это означает для нее, кто ты такой, ты же не принадлежишь нам, давай уходи. Но если свой человек приходит домой, тогда она бежит из одной комнаты в другую. Он идет, идет, идет. И эти вопли, которые она делает. И если кто-то чужой человек был бы, он бы подумал, что кого-то убивают. Такой очень высокий звук. Она такая, очень пренапряженная. Но в то же время всем своим видом говорит, кто ты такой. Ты для того, чтобы давать мне еду. Я здесь. Кстати, над шуткой, что все собаки похожи на своих хозяев, собаководы не смеются. Говорят, это чистая правда. Кинологи вообще советуют выбирать собаку в соответствии с темпераментом, чтобы никакого диссонанса не возникало. Ярко выраженный флегматик, это синдернар, да, очень спокойная собака такая, медлительная, большая. Вот. И стафарширский терьер. Это, как правило, всегда в чистом виде сангвиник, может быть, немножко в сторону холерика. Я сам холерик. Я не мог бы еле трюхать там где-то с этим синдернаром. Мне нужны движения. Вот мне нужна активная собака. То есть вот мы соответствуем именно по темпераменту со стафарширом. Или с немецкой овчаркой с той же самой. Кстати, в агрессивность той или иной породы кинологи не верят. Говорят, никакого гена агрессии не существует. Все зависит от воспитания и дрессировки. И правильно выбранных целей. Если с этим все в порядке, то любого хозяина ждут только самые лучшие эмоции. Наталья Карасева, Николай Ломашко. Специально для Кофе Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова